В школах и детских садах продолжается подготовка к новому учебному году. К учебному году готовятся и педагоги. Управлением образования для них открыта школа-руководителя, благодаря которой директора школ и заведующие детских садов могут усовершенствовать свои профессиональные навыки. Идея открыть школу для руководителей образовательных организаций вынашивалась давно. В течение целого года прорабатывалась программа ее проведения, формировались цели и задачи. И вот долгожданное событие состоялось. На базе детского сада номер 4 прошел первый семинар совещания «Школа для руководителей» под названием «Формирование современной образовательной среды. Управление проектами и инновациями». Школа-руководителя нацелена на то, чтобы подготовить руководителей образовательных организаций для реализации тех или иных задач в современном мире. ОТОС образования, она одна из самых быстро развивающихся. И в современном мире руководители не успевают за нормативно-правовой базой. У нас вводится ФГО основного поколения. Естественно, наша задача как муниципального органа управления образованием подготовить их к этому и научить. Руководители сейчас это основное звено образовательной организации. От того, как руководители себя чувствуют в этой образовательной организации, зависит работа в целом. Именно поэтому мы сегодня дали им для задачи ситуационные кейсы и руководители их разбирали на возможность делегирования своих полномочий, на возможность взаимодействия с коммуникативными качествами в коллективе. Я думаю, что школа-руководителя, которая будет работать у нас в течение всего года по нашей основной программе, будет хорошим подспорьем для того, чтобы руководители вливались в тот быстрый режим работы, быстро сменяющийся парадигму нормативно-правовой базы. В первом заседании школы-руководителей приняли участие заведующие дошкольных образовательных организаций и специалисты управления образованием. Сначала для участников провели экскурсию по детскому саду, познакомились с его работой, рассказали, как можно организовать предметно-развивающую среду в любом дошкольном учреждении. Затем провели две деловые игры на разработку проекта и формирование командного лидерства. Семинар проходил в живой неформальной обстановке. Участники дискутировали, обменивались опытом и мнениями, предлагали новые подходы в организации воспитательного процесса, а также получили необходимый лекционный материал. Такой формат мероприятия позволил максимально вовлечь в процесс всех участников семинара. Сегодня мы приняли участие в работе школы для руководителей. Мероприятие очень интересное. Задача этой школы – подготовить руководителей к изменениям в законодательстве, научить правильно строить управленческую работу. С нами провели интересные деловые игры. Мы узнали много интересного и многое, что взяли себе на заметку. Также в рамках семинара было проведено тестирование на выявление профессиональных дефицитов. После обработки информации будет составлен дальнейший план работы, с включением тем, в которых есть пробелы. Такие семинары дадут возможность повысить компетенции руководителей образовательных организаций, что, конечно же, отразится на эффективности работы системы образования района в целом. Следующее заседание пройдет для директоров школ. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».